Данное видео создано в развлекательных целях, всё показанное сегодня позже в роликах. Трэээго! А мне семечек! А мне! Ребятушечки, не прошло и года, как я решил для вас снять этот ролик, где я буду продавать мусор на барахолке. В этих сумках находится барахло с помоечек, которое мы копили примерно месяц. Сейчас на часах полдесятого утра, и мы ждём грузовое такси, чтобы это всё загрузить и поехать на барахолочку, ребятки. Будем делать кэш, помойка сегодня нас накормит, вы увидите, сколько можно заработать на барахле из помоечки за месяц, ребят. Ну и, конечно же, самое ценное мы уже продали в интернете, на каком сайте, вы все прекрасно знаете. Ставьте лайки, ребятки. Всем приятного просмотра. Я для вас посрал. Сейчас бы я покажу вам, что здесь находится. Вот, смотрите, здесь огромные мешочки, здесь вещи, обувь. Вот, в принципе, ботиночки нормальные, позвонить можно по ним. Кроссовок, ребёк, ребятки. Дальше здесь вещи, всякие клеёнки, вот, стелить будем шубки, вот такие вот. Стойте, что за шубка это? Оу, ребят, может, я даже в ней сейчас поеду, чтобы потеплее будет. А не, не судьба, я в неё не влезу. Вот, видите, всякий хлам. Здесь всякие вот игрушки, датчики, вот всякая шляпа. Вот это то, что не продалось в интернете. Вот крышечка от Кэнона, кстати, от объектива. Вот это я заберу в карман, это мне надо. Дальше клавиатуры всякие, здесь простыня, шкатулочка, ребятки. Для хранения всякой шляпы. Здесь USB-киллеры, ой, то есть, фотоаппараты древние, вот это вот. Вот видеорегистраторы здесь. А вот здесь, видите, робот-пылесос. Имеется вот такой вот. Ну, он вообще такой на вид-то классный, но он ни хера не работает. Потому что он бы здесь не оказался, в этой сумке. Ну, даже есть вот такой топовый набор. Это, типа, ручная отвертка. Всё, ждём такси, едем на рынок. Там уже вы увидите весь процесс продажи моего, в смысле, мусора с помойки, процесс продажи. Ребятки, ставьте лайки обязательно и подписывайтесь на мой канал, потому что только здесь этот limited edition контент. Деньги с помоечки делаются здесь. Здравствуйте. Иди сюда. Что? Как ты думаешь, сколько мы заработаем? 5 тысяч рублей. Я думаю, 3,5. Делаем ставки в комментариях. Да, ребят, делайте ставки, как вы думаете. Дима, иди нахуй. Ребят, делайте ставки в комментариях, как думаете, сколько мы заработаем кэша. Ну, всё, поехали в ребятки. Сейчас будут ворота, получается, вот где человек стоит, видимо. Спасибо, Иван. Ну что, ребят, вот я и приехал. Вон барахолка, это рынок на Удельный, Санкт-Петербург. Сейчас пацаны подъедут, и мы будем таскать сумки на наше место, где будем торговать. Чё, Диман, ты готов к продажам? Всё, тогда сейчас понесём эти сумки в рынок. Станем возле двух деревьев, да, вот там. Чё, берём сперва лёгкие такие. Ну, вот так тут продают, видите. Всё в снегу. И людей, кстати, не особо много. Вот здесь станем? Точно? Здрасте, можно тут встать? Сейчас всё равно, да, мало кто продаёт. О, да ладно! Ой, сколько товаров. Пока нельзя. А то, что ты тронешь, другие начнут рвать пакеты. Это уже проверено временем. Вот такая очередь тут уже образовалась моментально просто. Бабки, бабки поднимают. Оплачиваем проездку. Это нормально. Как он сидит? А, власть прошла. Тут в основном всё по 50, что-то по 100. Так, это за что? Ага, понял. Так, можно продавцу как-то пройти сюда? Так, дайте гляну. 100 рублей. Дайте за 50 рублей. Ну, блин, они же как новые вообще. Ну, давайте, бабушка, за 50. А, комплект 200. Второй надо искать. Сумка целая она? Не, за полтинник. А, 50. Это 200. Ой, давайте за 10. Я не знаю, рабочая она или нет. Дима, где рабочие лампочки? Ага, всё, спасибо. Куртку за 100 продал. Ага, спасибо. Дим, неправильно разложил ты, блин. Всё свалил в кучу одну, блин. Как обычно всё. Какая сумка? 50 рублей сумка. 50. 50. 50. Угу. Угу. Спасибо. Так, это за сумку, да, 100? Так, это 150. Угу. Спасибо. За 100? Ну, окей, давайте. Дим, ты всё там высыпал? Всё тут? Нет. Там шояк один отмойка. Не украдут. Угу. Угу. 100 рублей, надо второй найти. М? 100. А новая там только окислился замок и всё. Ну, вот тут вроде бы он. Вот. Видите? 100 рублей джинсы. Они новые. Делать деньги вот так. Ага. Спасибо. Штора 100 рублей. Ну, давайте за полтинник всё. И ремень тоже он кожаный, настоящий. Так, это за что? Станишки, да? Это 100. Обувь. 100 рублей. Давай за 120, всё. Скиньки сделаем, и вообще не потайки такой. Давайте, давайте. Без 100 рублей нет торгового. Не надо. Так, это за куртку всё. 20 рублей сдача. Ага. Спасибо. Пожалуйста. Ребятки, ставьте лайки обязательно и подписывайтесь на мой канал. Спасибо. Так, это за куртку? Вроде ажиотаж спадает. Так, это 50 за что? А мельче никак? Дим, дай сдачу с 1000. 950 будет у тебя? Так, а она целая? 50 тогда. Это плащ. Хороший плащ. 100 рублей. Я его сам носил, классный плащ. Но он большой размер, там, под большой рост, как бы. Мне он большой даже. У меня 1,84 рост, он мне большой. Ну, неплохо вроде. Ну, рукава чуть-чуть, да, длинные. Куркулятор? 10 рублей. Это антенна, наверное. Я не знаю, что это. Фонарик 50 рублей. 8,3 девятки. Штора 100 рублей. Там вот, вот еще одна. Это для кальяна. Это видеорегистратор. Потом буду смотреть по видео, кто что своровал. Учислять буду. 100 рублей комплект. Куртка, штаны. Новая, да? Новая она, чистая все. 50 папка. Целая она вроде. Ручка в комплекте есть. Это фонарик вроде. На солнечной батарее. Но вот рабочей нет, я не знаю. За полтинник вот это пойдет целиком. Целиком, целиком. И за полтинник. Подклей там надо будет залить чем-то, чтобы не протекало. А что за клава такая? Вроде нормальная, нет? Ля, леново, неплохая. Так, ага. Сейчас включаем голову. Сколько, сколько мы здесь находимся? Часик. Сейчас надо подытожить по доходу, показать прибыль. Час постояли, поторговали, заработали 5800 рублей. И еще вот товара в принципе осталось. Еще тут пару часиков постоим. Посмотрим, что как дальше пойдет. Одна там 50 рублей. Что? Забираем. Куда забираем? Для ИВГ. А, так. Поцарапали. Это же да. Так, это за провод, да? Ага. На 220? Нет, тут вроде 12. 12 вольт. А это для сирены вроде бы датчик. Противопожарка. Пищальный датчик вроде бы. Нитки 50. Ну а вот что у нас по технике осталось, ребят. Все разнесли. Остался один хлам. Вот это, кстати, роутер более-менее бюджетный пойдет. Всякие клавиатурки от Lenovo игровая. Все в снегу тут. Машинка. Вот такое сердце с прищепками. Сюда можно фотки вешать. Ну и так, всякая хрень. Ничего, короче, ценного. Все самое ценное уже раскупили. По 50 рублей, там по 10. Ну и сейчас у нас распродажи все по 50 рублей. Обувь пооставалась. И там куча вещей. Так что как-то так. Еще часик постоим и поедем уже. Я думаю, за часик мы эти остатки продадим. Дима, дай мне пару тысяч мелкими. Или тысячу мелкими. Я сейчас пойду по рынку пройдусь. Может, что-нибудь присмотрю, перекуплю. Может, приумножим доход. И тысячу целую. Все, ребят, как вы поняли. Мы сейчас пройдемся по рынку. Может, что-то купим за копейки. Что можно будет перепродать. Ну и покажем вам, что тут продают вообще. Кто не был в Питере, обязательно заедьте на барахолку, на удельной. Здесь много всего продают. Все за копейки. Ну, конечно, на некоторые товары цены ломят. Смотрите, даже из снега делают такие своеобразные столы, на которых стоят и что-то продают. Машинки всякие, обувь. А тут кто? О, блин, какие люди. Здорово, как дела? Хорошо. Где твой это, прилавок? Вот это? А, вот это. Видишь, какая погода, блин? Чего-то тебя не видно. Да я редко хожу. Чего тут у него? Всякие блоки питания. Этот блок питания, похоже, для этого, 84 вольта, для электросамоката, наверное. Зашли подкрытые такие павильоны. А здесь торгуют всякой стариной, всякими значками. Здесь он топорами. Но нас интересует именно рынок на земле. И вот там дальше. Там можно купить что-то ценное за копейки у дворников, которые это все собирают на помойках. Жаль, что все в снегу, нифига не видно нормально. Ну вот, ребят, реально топчик. Видели хоть раз такое? Проводной телефон, USB-телефон. Компьютеру подключается для скайпа. Прикольная тема, я находил такое. Всякая одежда тоже. Игрушечки, посуда. Блин, купить бы здесь сейчас 10-й айфон за 100 рублей. Было бы нормально. Бывает, ребят, реально можно выцепить что-то топовое. Что-то дорогое купить за копейки. Я, когда приезжаю на барахолку, всегда вот так хожу по рынку и смотрю, чем можно закупиться. Можно для дома что-то взять. А это что? Вот это? Кенгуру? Дайте гляну. Почем? 200? Целое оно. Короче, братва, мне как раз кенгурятник этот нужен для ребенка, для дочки. Дочку носить. Беру. Обалдеть. Это еще и фирма Чико за 200 рублей. Такие на Авито по 1000 рублей продают. Но это так, ребят, между нами. На ваших глазах совершил выгодную покупку, потому что я смотрел на Авито такие вот кенгуру, и они там реально вот по 1000 рублей продаются. Это офигенная тема. Барахолочка радует ребятки. Кенгурушка Чико за 200 рублей. Это просто подарок. Я балдею. Класс. Офигенно. Неплохое, ребят, начало. Посмотрим, что тут еще есть. 200 рублей я уже потратил. И, кстати, я могу окупиться, если я эту тему продам на Авито, то я заработаю рублей 400 сверху, как минимум. Вот тут дворники продают. Тут можно что-то найти классное. Ноутбук какой-то. Ну, это старый. Всякие игрушки. Ну, с игрушек я уже вырос. Мне бы вот пару айфонов бы 11-х по 100 рублей купить. Айфонов нет у вас? Айфонов? А, это, кстати, электростена для робота-пылесоса. Чехольчик для 12-го айфона. Звуковуха древняя для компа. Так, ну это все фигня. Где 12-е айфоны, там 13-е, там по 100 рублей? Охренеть тут народу. Что тут за ажиотаж? Вещички продают. Не-не-не, пошли туда сейчас гаджетами зарядимся. О, телефон. Что за мобильник? Lenovo старый. О, нихера себе, это же древняя Motorola. Обалдеть, это вообще коллекционный телефон считается. Наверное, его рублей за 50 продают или за 100. Тут вообще рай для коллекционеров. Пауэрбанк. Тут реально, ну вот, люди какие-то, которые, ну, не особо разбираются в технике. Они могут сюда притащить что-то ценное и продать за 100 рублей. Даже, блин, айфон какой-нибудь за 100 рублей могут продать. Сколько ништячков, вот, по-любому. Вот тут вот, вот тут вот. Чувствую, вот тут вот. Игрушки одни. Все же ценное разгребли. Всякие мобильники, кнопочные древние, X-Play, шляпа Play. Вон, всякие экраны для Xiaomi бренд. О, фотик какой-то. Было бы что-то современное, это старый Canon. И это все, ребят, по 100 рублей вот так продают. Тут у всех идет акцент на количестве продаж, а не на цене. Потому что если продавать задорого, нифига это не будет продаваться. О, комплектующие. Может тут RTX видеокарту где-нибудь найду? А это что? О, так это же от видеокарты. Видюха без охлаждения. Nvidia. Ребят, смотрите, что я тут в куче барахла нашел. Шпионская камера. BenQ Digital Camera. 300 mini называется. С USB портом. Это мини-фотоаппарат такой. Походу на этих, на пальчиковых батарейках, да. Капец прикол, я такого не видел. Шпионская камера. Даже есть вот такой мини-видеоискатель в ней. Вот так можно фоткать. Даже по ней непонятно, что это камера. Прикол. А почем это? 100 рублей. Охренеть. Ну я бы не купил за 100. А вот за полтинничек еще можно было бы. Шавкат, а можешь рассказать по своему товару? Сказать, что почем? Что стоит там, да. Почем Шавкат вот это все у тебя? Весы вот эти, допустим, почем? Весы 200 рублей. Это хороший. 200 рублей. С помоечки. А люстра почем? Рабочие хорошие 200 рублей. Да. А блоки питания вот эти почем? Эти по 200 рублей. А эти микроволновки? По 800 рублей микроволновки. Охренеть. А ты знал, что они продаются на Авито том же, блин? По 3000, по 2 минимум. Ну я так продаю. А обогреватели почем? Тоже по 800. По 800 рублей, ребят. Вообще очень выгодно на барахолке какие-то вещи покупать. Ребят, смотрите, что у нас тут происходит. Уже эти штучки от лото только пооставались. У меня какие там не хватает, сколько таких, не знаю. Что-то хорошее было. Да вот себе взял только такую штучку, да, для малой. Кенгуру. Все там у тебя, рассказывай. Распродажа? Что надо сказать, когда распродажа? Все по 10 рублей. Наберу 10 рублей. А вот эти какие там у меня не хватает? Берите бесплатно, бабушка. Бесплатно, да, не за что? Все по 10 рублей. Ребят, ну посмотрите, что осталось, короче. Всякие вещи, клавиатуры. Ничего, короче, ценного. Но, в принципе, за 10 рублей это, считай, подарок. Планшет за 10, битый. Можно пощинить дигма. Кто-то себе машину покупал, инфинити. Вот сумочка в комплекте с ней давалась. Одна сумочка осталась, машины нет. Всякие вывески. Вот вывеска. Это выход, как бы, она подсвечивается. Можно повесить дома, чтобы не заблудиться. Обувь. Вот, смотрите, ребят, за 10 рублей. Вот вы бы купили себе такие ребьёк. Ребьетки. Ребьёк. Зимние ботиночки. Целые вообще. Только помыть надо. Все, директор, снимай жилетку, продадим за десяточку. Это директор, ребят, вашего магазина. Ну, нашего сегодняшнего. Ну что, Дим, давай. Все бесплатно. Любая вещь бесплатна. Все. Вот так вот лучше будет. Все бесплатно. Абсолютно. Кресло тоже бесплатно. А ну рваное. Бабушке он лучше той отдай. Бабушка, вот вам. Надо? Будете сидеть. А ну, дайте я проверю его. Давай. А то он, ну, в принципе, можно. Тут, если что, это, почините. Сейчас посчитаем полную прибыль у ребятки. Ну, сперва нужно от барахла избавиться и ехать уже с рынка с пустыми руками. Сейчас будем подводить итоги по заработку. Да, Димочка? Ты счастлив? Я доволен, сядешь не барахолкой. Ну, примерно сколько уже у нас кэш? Не знаешь? Ну, я думаю, тысячи семь. Может и больше, ребят. Балдеж. Помоечка дарит кэш и денежки. Давайте, короче, давайте посчитаем. На. Давай, все считать без мелочи. Мелочь не будем считать, но мелочью примерно у нас должно быть рублей, наверное, 300 или до 500. Потому что мелочь еще у Димы есть. Там это. Да, привет. Привет, фоткаемся? Давай. Тем временем тут бесплатная раздача на спауне. И все разбирают. Ну, что там, Дим, по прибыли? 8 тысяч 450 рублей. Охренеть, 8 тысяч 450 рублей, ребят. За примерно 2,5 часа, сколько мы тут находимся. А все, что осталось, мы раздаем бесплатно, чтобы это никуда не выкидывать и не увозить это ни в коем случае домой. За место было оплачено 100 рублей. За вот это место мы отдали 100 рублей. Да. Вот и заканчиваем этот поход на рынок. Если вам понравился данный видеоматериал, обязательно ставьте лайки. Спасибо, что посмотрели. Ставьте на это видео 10 тысяч лайков. И я выпущу еще одну часть, где я продаю мусор на барахолочке. Всем пока. Помойка кормит и дарит прибыль.